какая же у нас сегодня прекраснейшая погода в подольске солнце такой легкий ветерок дует у нас продолжается бумажного лакита и сегодня сейчас я еду делать попытаться сделать гражданство мирончику мы-то все с гражданством а он пока нет сейчас быстро заводим тачку и поехали как говорится холодный пуск так ну по ходу дела сегодня выходной понедельник завтра значит придем с 15 надеюсь получится надеюсь вообще это тут делается вот и все в этот день я реально не делал ничего я словно отдыхал от всего от чего только можно было и попал в новый день в машине сегодня пишет погоду 15 градусов но по факту гораздо холоднее потому что ветер такой холодный мы сегодня очень много сделаем дел не кричи пожалуйста по поводу документов на сегодня должны выдать прописку на мирончику я и отсюда мы начнем танцевать по всем еще фронтам все что нам можно сделать поэтому сегодня вторая половина дня будет максимально у меня заряжены а сейчас мы поедем закажем пиццу и решили наш сегодняшний день начать с пикника в сквере сквер называется по моему сквер короче чуть позже покажу не помню название уже все забыл вообще как называется все в подольске едем за пиццей которая тоже обещал вам показать в одном из выпусков погнали пристегивать так вот как обещал такая вот пицца 24 пойдемте покупать вот гляньте по ценам ну и размер соответственно здесь на очень вкусно сочные есть честно удивлен ценам потому что раньше буквально год назад маргарита стоила 100 115 а все вот эти пиццы они стоили по 200 с копейками потом мы как-то брали маргариту по 150 чем-то последний раз когда приезжали они были пиццы по 300 с чем-то а сейчас цена сами видели вот мы взяли две пиццы у нас вышло на 734 рубля не так уже конкурентно как говорится но она здесь реально вкусно очень да вот такие коробки они вот прям огромные вот все едем в парк кушать приехали мы парк сейчас поближе вам тут все покажу как все выглядит даже есть новшества еще поставили глянь такую беседочку там нету лавочек почему-то но вроде как есть стол сейчас посмотрим это находится вот прям сразу за нашим районом у пацанов завтрак это не фото можете не замирать тоже видео да я все таки таки думал не стал говорить чтоб не ошибиться чисто лалихина поставили этот сквер памятник вот первую историю авиации воздушный таран он совершил ночью здесь еще есть такая вот стелла скульптор глебов 1981 год ну и сам сквер конечно он очень очень красивый весь в деревьях красивая красивая осень здесь подольский разноцветная по всему периметру расставлены лавочки с урнами здесь еще сделали вот такие вот мусорники раздельный мусор что конечно же классно деревья смотрите очень интересные не знаю правда как они называются кто-то в курсе кто шарит во всяких деревьях что это за ягода растет никто ее не собирает видимо она несъедобная какая-то вот такой вот у нас есть парк сейчас еще вон в ту часть пройдем покажу вам еще один памятник и вот он собственно сам памятник установленный летчику здесь получается ведь он там на горе так стоит открывается вид сюда приносят венки здесь на 9 мая до проходит начать церемонии и и собственно вот с таким вот видом это все выглядит есть спуск туда можно спуститься давайте все-таки спустимся вот с этого ракурса вам покажу как это все выглядит да довольно таки интересно симпатично здорово все самое главное что все очень очень ухоженно вот видите виктору талалихин ветер конечно дует не привязали венки один уже упал на этом месте 8 мая 2010 года в день 65-летия великой победы заложены капсулы со священной землей с мемориала воинской славы пузовлева и обращение ветерана великой отечной войны труда жителей земли подольской будущим поколением пожалуй во всех военных парках стоит танк а здесь вот из новшеств в этом парке установили вот такую вот каску огромную с цветком смотрится конечно тоже очень очень круто я поближе сейчас подойду посмотрели да смотрится действительно классно слушать в общем на этот раз в этой конторе и сходи туда сходи сюда в итоге кое-как определили в какой мне кабинет нужно я туда захожу и мне как бы сказали что не ставят печати больше свидетельства то есть гражданство ребенку я так было что он не получает вписывается только в паспорт но не знаю сейчас в общем все остальные документы будем когда делать посмотрим где может быть это всплывет и все-таки где-то потребует этой печати увидим ну что я тут сейчас тут один человек передо мной попробую получить самостоятельно если нет насенька в машине позову ее дамы и господа можете поздравить нас точнее наверное даже не нас у нас то что наконец-то мы это сделали ну а мирончик потому что он теперь прописан так же как и мы все в московской области ну такой он короче теперь замкадыш как и мы я еще на всякий случай взял три аж три справки короче из домовой книги ну вдруг они нужны где-то сейчас нам понадобится чтобы сюда лишний раз уже не бегать не стать в очередях все а теперь домой куча всего нам нужно заполнить на этих электронных сайтах и по ходу снова ждать так ну все теперь за компьютером и первое что нужно сделать это загранник потому что эта процедура дольше всего будет делаться в первую очередь сейчас подаю туда документы у меня уже половина сохранилась и потом остальное все будет дальше делать так по ходу я все сделал видите подразделение выбрал и можно отправить заявление так пробуем нажимаем шикс заявление отправлена процедура займет до одного месяца я очень надеюсь что так как ребенок так сказать он новый человек с пустой чистой истории что не будет месяц я думаю что неделя-две и возможно мы уже получим мы посмотрим теперь значит я возвращаюсь к тому чтобы нам присвоили статус многодетства тогда меня отказали потому что миронечка не было прописки сейчас посмотрим как будет я короче сейчас просто минут 30 наверно мучился вводил данные не могу ввести место в выдаче смотреть какой у нас посмотрите какой длинный отдел запись и агда дат 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 и вот это все нужно вводить вот это все нужно вводить вот тут вот он вообще его не ищет и в итоге кое-как с горем пополам груз спустя минут 30 наверное он его вот таким вот образом только нашел говоря пополам похода победил эту штуку вообще уже прям нервничать начал потому что выкидывает все заново заполняетесь настолько всего много что просто жесть так отправляем так ну вот подано успешно ура походу на этом все мусорик висит не дал мне до конца ничего сделать получить час услугу нельзя попробую сделать утром если не получится мы на всякий случай уже записались на 10 30 поедем оффлайном решать все эти вопросы вообще на самом деле площадке жестко тупят и что-то либо комфортно делать на них как говорится одно удовольствие в кавычках ну завтра еще поедем посмотрим как все будет на вечер мамик решила сегодня нас порадовать своим фирменным словом вот многие спрашивали какой посудине вот такой посудине что за рецепт сейчас я вам все расскажу да а посудина название у нее вот напоминаете ронда или рандо и смотрите по рецепту вообще сюда не добавляется масло никакого нисколько обжарили соль богом богом много морков и еще тут лук даем буквально пять минут обжарить морковь и добавляем рис перемешиваю все это дело а он не пригорит сразу закидываем такую приправу для плова много воды литра два из расчета как на рис ну то есть стакан риса два с половиной стакан воды здесь у меня три стакана риса значит стакан воды и много чеснока чеснока много не бывает и оставляем это насколько с нами вот сейчас как только закипит все будет закрыто как только закипит я оставляю на медленном окне рис доходит и там буквально сколько пока воды только не станет рис готов он будет кататься пока огонь пока там плов готовится я покажу нашу сегодняшнюю покупку купили мы долгожданную нашу покупку купили мы термос объемом 075 почему долгождан потому что почему-то вот все не доходили руки давно нам эта штуковина нужна но почему-то у нас и никогда не было нам сказали что его нужно сразу дома проверить вот потому что он должен сильно нагреваться то есть внешне внешняя сторона не должна сильно нагреваться ну вот сейчас буду проверять в общем я сюда залил горячей воды из-под краном но вообще не чувствуется как будто там горячая вода посмотрим поставлю несколько часов посмотрим насколько хорошо он держит уже смотрите какая красота подъехала сейчас будем накладывать и ужинать вот такая вот красота получилась такой запах мы будем садиться ужинать завтра новый день и он будет по ходу достаточно интересным и сложным с точки зрения документов поэтому подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропустить но в комментариях пишите рекомендации как лучше что получить где как оформить или что оформить это очень ценно все я с вами прощаюсь до завтра чуть не забыл простоял он порядка двух с половиной часов сейчас мы посмотрим даже пар идет видите но она остыла конечно не такая прям горячая но слушайте норм нормально держит в общем в общем если что запоминайте если кому нужен вот так называется еще раз